Срочно, пожалуйста, умоляю. Завтра за компанию иду в марксистский кружок РПП. Как сдержать гомерический хохт? Подскажи методичку, чтобы разъебать этих дегенератов with facts and logic. Или всё-таки начать давить радикальным марксизмом, ленинизмом и призывать к расстрелам? Как вести себя в этом кубе геронтофилов слэш фурфагов? Чувак, не надо пытаться спорить с марксизмом. Зачем? В марксизм надо входить как бы изнутри. То есть спроси у них там про базисы на отстройку, например. То есть чётко разделяй. Базис экономический. То есть всё, что не экономическое и не завязано на всякие производственные отношения, это значит не базис, а на отстройка, она идёт нахуй. Если там что-то будет противоречить этой жёсткой дихотомии, значит совковый, такой кондовый, муду-мудатской дихотомии базиса и на отстройке, начинай просто как бы хуесосить, что типа ты идеалист, иди нахуй и так далее. То есть по-моему это самое лучшее, что в принципе можно сделать в такой ситуации. Так. Вот. То есть, как мне кажется, так надо делать. Горею, блядь, марксизм это наука, чё вы мне тут толкаете, блядь. Не, не надо говорить, что не было диктатуры пролетариата, не надо говорить, что был госкап, это всё хуйня, это толстота. Да, надо проще быть. Базис, надстройка в марксизме, типа с радикальных марксистских позиций просто там подходи, говори, вот базис, вот надстройка. Типа в этом, собственно, основная соль, это то, что меня вдохновило. Говорю, я вот с тех пор, как я в 18 лет прочитал, блядь, капитал Маркса, я, значит, был впечатлён диалектикой базисы надстройки. На мой взгляд, то, что делает марксизм наукой, это то, что там есть материалистический базис производственных отношений, а всё остальное – это надстройка, которая детерминирована этим базисом, и она не имеет особого значения. И если с тобой начнут спорить, называй их идеалистами. Короче, говорите, вы идеалисты, а значит, вы, значит, подкладываетесь под капитализм. Почему? Потому что сейчас базис капиталистический, да? Если вы идеалисты, значит, вы вбираете всякую хуйню из надстройки. Надстройка над капиталистическим базисом, понимаете, в чем дело? Вот, то есть, и вы таким образом неправильные марксисты. То есть, короче, не нужно пытаться спорить с марксизмом. Не нужно пытаться убедить, что в Советском Союзе был госкап, что диктатура от имени пролетариата, а не пролетариата и так далее. Это всё, не надо этого ничего делать. Просто отстаивай позицию радикального марксиста, радикального сторонника, значит, дихотомии, базиса и надстройки. И всё. То есть, просто тогда ты придёшь в этот марксистский кружок и обнаружишь там все идеалисты, по их же, собственно, меркам благополучно. Сразу же. Я тебе уверяю. Особенно, если это кружок молодых марксистов современных. То есть, там сразу выяснится, что у них в идеальном обществе все будут работать за идею. Вот, то есть, это уже значит, что диалектика, базисы и надстройки в этом кружке будет не понята. Точнее, окажется не понята. Вот, такие дела. Так что, сразу приводи в пример. Вот у нас базис материалистический, экономический базис. Он полностью состоит из производственных отношений. И всё остальное, это надстройка, хуй с ней, короче. Вот это всё. Вот то, что нужно обращать внимание на надстройку, это придумали, значит, капиталисты. Сейчас у нас строй капиталистический. Надстройка над ним, соответственно, тоже капиталистическая. Вот. Поэтому, когда современные марксисты, когда говорят, что нужно обращать внимание на надстройку, на идеологию и на всякое такое, они, значит, ведут себя неправильно. Нужно обращать внимание только на базис. И менять только исключительно базис. Вот. и и все ты затроллишь весь марксистский кружок этим сразу значительно вернее чем если бы ты отстаивал капитализм или еще что то же они не будут слушать аргументы про свободный рынок про какой-то эффективность и так далее это все просто не имеет никакой абсолютно ценности в марксистской топике что имеет ценность это дихотомия базиса и надстройки это имеет ценность вот поэтому спасибо за подписку спасибо за подписку спасибо за подписку на илевский спасибо за prime подписку твоя первая подписка то есть вот имеют имеют ценность марксистские прежде всего постулаты вот поэтому пользуйся марксистскими категориями потому что понимаешь чем дело если ты не согласен с какой-то системой например с марксистской системы наверное с твоей точки зрения в ней есть противоречия если в ней есть противоречия которые тебе неприятно наверное эти противоречия можно педалировать изнутри отстаивая при этом внутри марксистскую вполне себе позицию в противном случае если такой позиции которую можно было бы отстаивать внутри этой топике и троллить при ее при ее помощи если и нет такой позиции то чё тебе тогда не нравится марксизм что-то не марксиста мне так кажется действительно троллить надо с точки зрения позиции оппонента потому что ну ты троллишь например анархо-капиталиста какого-нибудь либертарианца но если с твоей точки зрения принцип не агрессии не имеет никакого смысла это в него не веришь абсолютно ты не сможешь затроллить либертарианца либертарианца затролли действительно можно только убедив его в том что какие-то его взгляды противоречат принципу не агрессии если ты просто будешь говорить я не верю в принцип не агрессии но им будет похуй пишет их базовый принцип с их точки зрения он вот очевиден абсолютно но то же самое с как бы марксистами диалектика базиса и надстройки не нужно пытаться отстаивать что люди мотивируются там религии и так далее или что там у тебя теория стоимости другая ты не веришь вот в рекордистскую теорию стоимости это все это все херня это постулаты бесполезно спорить про постулаты постулаты надо принять троллить надо не в аксиомах а в теоремах понимаешь то есть вот вот принимаешь постулат про значит диалектику базиса и надстройки и ты внезапно обнаружишь что кружок юных марксистов состоит из очень непоследовательных юных марксистов которых можно слить по вопросам марксизма не будучи марксистом главное особенно если они тебя не знают то можешь сказать вот я симпатизирующий значит это и значит революционному такому делу значит красному но сейчас наверное в современной россии лучше не говорить что ты там любитель всякой красной революции учитывая что недавно коммунист взорвал здание фсб вот но расскажи что в 17 лет прочитал первый том капитала маркса меня очень вдохновило особенно мне понравилось про базис вот и далее педалирует то что вот то есть байс надстройка это вот самое крутое что когда бы то ни было на хуй слышал и потом значит там так или иначе будут подниматься какие-нибудь вопросы которые будут противоречить фундаменталистскому взгляду на диалектику базиса и надстройки это всегда так вообще всегда потому что в 21 веке нет значит марксистов которые ну действительно последовательно бы исповедовали вот это деление на базис надстройкой отсутствуют но что уже было написано огромное количество теории значит которая стоит на том что нет там имеет значение идеология имеет значение вот это то то всего там социальная справедливость всякое такое вот поэтому нет надо значит ради радикальных левых можно троллить только с радикально левых позиций вот это это во первых намного смешнее вот во вторых это это эффективно потому что тогда начинается это спор а не просто какой-то тупой пиздеж ни о чем когда спорите на тему того и там я не знаю трудящиеся это свет или дресня там что-то в этом роде это одинаковое все нет я считаю выбора должны быть а я считаю выборов не должно быть принципе замечательно я считаю что все революционеры хуесоса я считаю что все революционеры это гении короче а те которые не гении они не революционеры и реакция я считаю миром правит бог нет миром правит сатана нет сатана слабак миром правит бог помните дискуссию двух бомжей такие дела